всем привет и солнечной греции с вами юля сегодня 22 февраля понедельник ранее утро я спешу к вам с вышивкой решила сделать включение так как сегодня меня ждет новый дизайн и я в предвкушении сделать уже организацию и возможно сделать первые крестики дело в том что я играю в игру в группе вконтакте у нас и на этой неделе у нас выпало задание вышивать цветы 750 крестиков ура ура приступаю к новому процессу буду вышивать мою тию это у меня был подарок от олечки луковой и с удовольствием вы ищу этот дизайн на форме в подушку вот посмотрите вот такой красивый дизайн я вышиваю вышивается на размер работы точно вам не скажу нужно будет взять и померить даже размер работы я точно не скажу размер основы смогу сказать померить сейчас 25 на 35 25 на 35 сантиметров у нас размер основы ну сама вышивка будет конечно же меньше вот у нас с обратной стороны указано 22 на 27 сантиметров но может быть может быть будет такой размер мы потом еще замерим сейчас я буду организовывать данный процесс потому что нужно будет на и подобрать либо рамку либо пяльца но я больше склоняюсь к рамке потому что мне не хочется делать залом они очень сложно отглаживаются с таких основ поэтому я скорее всего надену на рамочку мне есть небольшая рамка и ну туда прекрасно подойдет все это время на этой работе живет вот эта лягушка прекрасный магнитик она мне очень нравится такая яркая поэтому нужно поскорее поскорее вышивать чтобы лягушечка потом тоже куда-то перешла мои ниточки ниточки у меня здесь на вот таком органайзере с алиэкспресс по типу пака но качество конечно сильно отличается в особенности не очень удобно парковать иглы здесь вставлена фетровая основа на немножко жесткой ну как бы так не очень комфортно иногда парку вот белую основу она помягче ну в общем для разнообразия приятно иметь разные такие вещи она что подходит этот органайзер подходит к к работе в цвет ну как бы так для настроения вот и вышиваю я по бумажной схеме так моя бумажная схемочка что у меня уже вышито сегодня я постараюсь дошить вот этот верх выровнять что у меня здесь не дошито и пойду дальше потихонечку поднимать мою работу видите что здесь до половины по схеме уже осталось совсем чуть-чуть вот здесь половина работы ну и вот тут нужно вышить два таких небольших участка ну а дальше вышивки будет меньше потому что венок он сужается к верху но хочу сказать что схема здесь не простая здесь значки отрисованы вручную есть похожие и вот это все как бы сложно сложно ориентироваться можно очень запросто перепутать какие-то значки нужно вышивать очень очень аккуратно но все это преодолимо сама схема четко и все хорошо видно вот в общем на сегодня на сейчас у меня задача быстренько ее организовать возможно я успею сделать даже несколько крестиков попробовать вспомнить как я здесь вышивала освоится но и 750 крестиков может быть на сегодня не успею но вот за два дня точно сегодня завтра я думаю успею и дальше я переключусь на мои другие текущие процессы поэтому не прощаюсь увидимся с вами в следующем включении станочек у меня очень большой и показать с близкого расстояния очень сложно хочу показать в масштабе как все это конечно смотрится рама на 60 сантиметров как я и говорила и что я выполнила я сделала разметку взяла карандаш у меня есть от прим и полностью выполнила разметку чтобы мне было удобно ориентироваться взяла все-таки старую схему на первые дни чтобы как-то начать сориентироваться где тут остановилась начну потихонечку вышивать и нанесла сетку таким жирненьким маркером чтобы мне было хорошо видно границы сетки уже как-то будет полегче но и нитки в принципе остались себе из изменений вот такой вот органайзер для игл парковщик не очень мне нравится как здесь размещены все эти значки нужно будет может быть переделать я подумаю но и вот на планшетках пока тоже все осталось посмотрим как дальше я тут все буду организовывать конечно вот спешила я начать и организация у меня вот такая не очень поэтому и есть какие-то сложности но я думаю что все это будет преодолимо уже какой-то старт есть снова у меня подготовлена потихоньку буду вышивать и дальше смотреть что нужно будет по организации скоро 1 марта начало нашего совместного проекта райский сад в данном совместном проекте могут принимать участие дизайны с цветами и птицами бабочками и у меня уже собралась подборка из шести процессов четыре будут новых набора едва процесса которые были начаты уже давно буду стараться конечно все вышивать никогда не знаю что получится но тем ни менее итак я хочу начать этот совместный проект с дизайна вервака вот такие яркие птицы яркие птицы называется дизайн размер работы 23 на 29 сантиметров и сейчас я хочу открыть этот набор сделаем обзор и заодно я посмотрю что нужно будет сделать его подготовки а то я всегда начинаю последний момент бегаю еще где делать копию схемы либо еще что-то нужно подготовиться заранее итак открываем наш наборчик с обратной стороны такая у нас упаковка здесь есть крючочек я по моему еще ни разу не вышивала набора вервака поэтому мне будет особенно интересно также здесь представлена линейка с дизайнами которые подходят как бы в эту серию тоже птички цветочки замечательный дизайн с мальвой очень интересный но тут с вазами с кувшинами стиле шибишик ну в общем так вот такая красота нитки как приятно открыть набор и увидеть вот такую прекрасную комплектацию так ровненько и красиво уложены ниточки по цветам как радуга они такие гладенькие приятно приятно конечно к ним прикасаться так давайте перевернем перевернем и посмотрим что у нас здесь вот такой отрез аиды у у нас 14 каунт на немножко такого желтоватого цвета нитки кроме посмотрим здесь одна планшетка вот так просто перекинуты нитки так делает ланарта и так по моему и у ты гувернер они не закреплены но просто перекинуты через ячейки и вот они все цвета ниточек сколько у нас есть но хотя бы пронумерованные 33 цвета 3 металлика такие очень-очень яркие весенне-летние оттенки красивые ниточки так такой пучочек и аида нет это не цвайгард просто такой отрез основы 14 каунт я не хотела вышивать именно на и я хотела найти равномерку в своих запасах я нашла вот такую равномерку по тону очень хорошо подходит красивый такой цвет но она у меня не 14 каунта больше у меня таких цветов нежных моих запасах не оказалось и мне придется скорее всего вышивать на иди будущее думать искать мне есть линда но линда идет белая бежевая все таки нет у меня вот такого оттенка а как хотелось бы вышить все таки на равномерке не знаю прям что делать не знаю так схема давайте посмотрим что у нас здесь ждет гарантийный талон очень хорошо гоночка одна ключ здесь такой очень подробный на всех языках написаны цвета значки так показано что у нас крест в две нитки крест в одну нить есть бэкстич нужно дальше читать разбираться вот такая схема ну схема не сложная вроде бы три четвертых креста не вижу 140 на 110 клеточек несложно небольшая схемка внутри у нас тоже инструкция описание ну что что делать что делать у меня нет подходящей основы вышивать на иди пойду еще поищу в моих запасах и буду уже дальше определяться итак я сбегала к своим запасам и нашла несколько отрезов так у меня есть мурана это 32 луга на 32 аккаунта не подходит это у меня тоже 32 аккаунт нет не подходит ошибка вот что я нашла девочки я нашла кусочек кусочек льна пермин 28 аккаунт 47 на 47 сантиметров и он нежно такого желтенького цвета посмотрите какой оттенок чуть-чуть есть желтизна как раз это в 28 каунт соответствует 14 и он хорошая основа мне кажется здесь будет очень классно все смотреться ну конечно будет смотреться хорошо немножко в белый он уходит с этими цветами не так хотелось бы что-то по по желтей ну что ж такое по желтению по желтей смотрим что у меня еще есть так нашла ящу лугану и линду лугана 25 аккаунта линда у нас 27 кан 50 на 70 это это 50 на 70 по цвету такая же основа может взять мне линду вот такого цвета как вы считаете мне кажется поинтереснее даже более теплый рисунок получится что вы думаете я прям потерялась мне все основы нравится мне сейчас нравится и и линда и и линд он более солнечный линда более теплый такой оттенок получается давайте это лугану я открою прям линду может там оттенок немножко другой покупала когда-то много таких основ прям в упаковке вот так свайгард вот она наша линдочка ну точно такой же цвет вот видите ну тоже красиво что сказать я прям не могу выбрать мне всегда так сложно выбрать это хочется это хочется мне кажется вот на этой основе более теплей будут смотреться все цвета что думаете на какой основе вышивать так сейчас запущу в контакт опрос на какой основе буду вышивать и в конце этого видео вы точно узнаете что мы выбрали с девочками не та и та основа нравится ой как сложно как сложно давайте посмотрим оригинальность оригинальная основа у нас чему больше подходит оригинально больше подходит коль ну вот видите чуть-чуть есть желтенький оттенок но очень-очень светлая все таки больше кремовый но если брать к оригиналу то нужно брать лен вот так она смотрится наша картинка ну глядя на картинку и судя вообще по основе которая была вложена в оригинальный набор нужно брать лен тогда все вот эти цвета они будут просто очень хорошо подсвечены будут смотреться очень-очень ярко а если мы берем вот такую основу ну тоже они она дает свою теплоту и смотрится тоже очень очень нежно все не могу выбрать прям запуталась сколько смотрю столько и себя в общем ввожу в какой-то тупик потому что не могу определиться мне нравится это это основа вот это больше пока он тут нам соответствует на 14 давайте еще раз еще раз еще раз вот так две основы вот так ниточки чтобы вы выбрали скажите пожалуйста пишите пожалуйста пишите и так после долгих раздумий я все-таки приняла решение посоветовавшись с рукодельными подругами что нужно использовать здесь вот эту основу пермин лен пермин 28 каунта основа светлая есть немножко желтый оттенок но мне кажется больше всего она подходит и к оригинальной основе и к самому дизайну основа у меня выбрана теперь нужно подготовить ниточки изучаю ключ его сейчас буду делать органайзер парковщик ну и конечно же основу нужно прогладить и скорее всего я ее буду организовывать на раму 5 она не очень хорошо запяливается поэтому буду искать рамку все мы очень любим начинать новые процессы и я в том числе но по-хорошему когда начинаешь новый процесс его нужно организовать а это всегда занимает много времени я сегодня потратила наверное часа два-три чтобы подобрать основу организовать мои нитки и подготовиться к старту но я этому очень рада что у меня получилось выделить это время и наконец-то моя организация готова я еще не сделала ни одного крестика потому что я жду первого числа и вместе со синими девочками 1 марта вы я начну вышивать этот дизайн ну очень красивая картинка я смотрю и постоянно вдохновляюсь итак мои ниточки переоделись уже на органайзер от дубком я здесь подписала все значки здесь у нас идет вышивка креста в две нитки и в одну нитку и вот они все мои красивые ниточки уже готовы к работе красивая палитра ниточки мягкие шелковистые и вот этот металлик он деликатно поблескивает очень красивый интересно будет тоже повышевать хотя металлики обычно все очень капризные ну вышивки должно смотреться интересно по моему клетка вышивается металлика вот нитки у меня уже заготовлены подготовлены основа тоже у меня уже подготовлено я ее разместила на раму у меня нашлась ралка на 50 сантиметров как раз вот все все очень поместилась в аккурат и я сделала себе небольшую разметку обычной ниткой швейная не нашлось у меня цветной мононите и я решила хотя бы ну вот на первые мои крестики сделать себе разметку чтобы знать откуда просто начать правильно чтобы была расцентровка ну такие тут у меня получились лабиринты и получается работа совсем то небольшая очень большие отступы у меня будут ну пусть лучше будут большие отступы чем вышивать в край и без совсем без отступов потому что этой вышивке нужно будет и воздух оставить на подворот при оформлении вот поэтому решила ничего тут не экономить не отрезать никакие кусочки потому что все эти все эти действия потом чреваты что может чего-то не хватить можно где-то просчитаться схемы вот так подготовила два магнитика первые первые рядочки себе буду вышивать стандартно снизу вверх начну вот с центра я здесь вот начинаются палочки цветочков очень хочется их повышевать и все и буду буду вышивать но пока еще не делал ни одного стежка жду первого числа вместе начнем все этот это организация процессу не откладывается до первого числа как только первое число наступит я начну вместе с вами вышивать этот красивый дизайн все сегодня суббота 27 февраля кости расскажи нам где мы находимся в парке Вейку так называется парк потому что человек который подарил этот парк этому району его фамилия Вейкуш находится он на горе вот под горой весь наш парк где все эти тренировочные комплексы площадки теннисные корты бассейн вот мы сейчас с вами видим на гору можно забраться по дорожкам вот парк сейчас закрыт никого не пускают даже наши любимые все тайные лазейки тоже все позакрыли поэтому мы сегодня забрались на гору так ага кося вот нам показывает что там у нас есть как они называются пчелы да пчела пчелы улики вот улики не знаю видно или нет попробую приблизить посмотрите какая красивая площадка кстати мы туда еще ни разу не ходили дорожки все так красиво и видите там очень-очень много уликов вот эти вот коробочки это улики улики красиво ну и конечно вы видите сейчас какая здесь плотная застройка на самом деле район один из плотно населенных все вот дома 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 и мы находимся вот в таком просто оазисе зелени как нам здесь нравится кстати это один из сама один из хорошо ухоженных парков вообще афин в афинах очень мало парков давайте как они разорились как они называются администрации городские господи забываю уже слова по-русски вот и не сохраняют не поддерживают в чистоте и порядке парке она повезло у нас очень большой очень красивый и очень очень ухоженный парк постоянно его облагораживают цветочки сажают деревья новые привозят что-то улучшают у нас есть бассейн с подогревом в общем нам конечно очень повезло ну и сегодня солнечный день прекрасный чудесный вот там вдали у нас наша любимая гора тоже барница там еще снег лежит надеюсь вам видны белые верхушки идем идем еще по кругу здесь у нас сосны и есть немножко кедра кедр давайте покажу наши дорожки откуда мы приходим вот наша дорожка тоже так красиво как как лесу гуляешь ну и мы конечно конечно еще не поднялись на самую высокую точку горы сейчас будем забираться туда вот такой вот у нас оазис выходного дня наше любимое место сегодня я вам показала всю эту красоту сверху а вот и наши пчелки труженицы стараюсь увеличить ну вот нет работают уже вы любите пчелок я очень люблю пчелок какие труженицы так ну Субтитры сделал DimaTorzok Спускаемся вниз, будем там бегать. Итак, сегодня воскресенье и подводим итоги этой недели. Хочу показать, что мне удалось вышить на моем процессе отей к гувернеру в нашей игре ВКонтакте. Здесь я вышила больше нормы. По норме нужно было вышить 750 крестиков. Я вышила больше 1000. Но я считала где-то 1020-1050 крестиков. Мне удалось вышить. На контраст, я думаю, вам очень хорошо заметно, как подросла эта вышивка. Работа кропотливая, процесс идет медленно, но тем не менее за пару дней мне удалось вышить. И, кстати, мне здесь даже пришлось немножко поисправлять мои ошибки, так как здесь есть очень похожие значки. К примеру, кружочек с черточкой вот так, либо с черточкой вот так. Легко запутаться, когда вышиваешь. И когда я стала вышивать здесь участки, у меня вот эти синие цветочки были с розовыми вкраплениями. И я обратила внимание, что что-то как-то нелогично в синих цветах, откуда розовые и красные вкрапления. И я посмотрела, и да, действительно, я ошиблась. Пришлось мне здесь выпарывать много и пришивать синим цветом. И, кстати, вот тоже сейчас смотрю на вот этот участок, где здесь два вроде бы голубеньких цветочка. Здесь тоже есть что-то розовое. Скорее всего, это ошибка. И я перепроверю, если что, тоже исправлю. Работа хорошо подросла. Прямо это меня уже ободряет, потому что, ну, я могу сказать, наверное, 50%. Ну, около того. Может, 40%. Не знаю, у меня уже готово. Может быть, не 50, а 40, скажем, 40%. Это тоже ободряет. Вы видите по схеме, как это выглядит. Вот весь этот участок я вышивала. И в следующий раз, когда выпадет эта работа, я перейду вот на эту сторону. Сама схема всего ничего. Вот так, видите. Поэтому можно сказать, что эта работа у меня резко вырвалась в лидер на завершение. Также хочу показать вам мой маркер. Я перебирала разные карандаши маркера. Я нашла вот такой маркер. Вот такой. Он очень тоненький. Очень тонкий. Им очень-очень удобно зарисовывать значки. Пока нашла только такой вот красный. Но я думаю, что на работе у меня есть зеленый. И еще какие-то цвета нужно будет поискать. Вот для схем прям то, что нужно. И я обязательно сейчас зачеркиваю участки, чтобы не сбиваться. Потому что очень-очень есть много похожих значков. И действительно прям вот можно увлечься. И вышивать уже совсем не то. Здесь и кружочки, и палочки, и наклонные линии. Вот так, вот так. Поэтому все это очень-очень сбивает. Немного цветов. Но почему-то вот на такое небольшое количество цветов выбрано очень много похожих значков. Это, конечно, минус этого набора. Но в целом вышивается очень приятно. Получается красиво. Вышивка здесь на дне. Вот на рамке, как я вам и показывала. В общем, все замечательно и прекрасно. Вот такой вот медальон должен у меня получиться в итоге. Все. Отчиталась по этой работе. Я не буду много останавливаться. Но, может быть, еще можно показать с близкого расстояния крестики. Для тех, кто очень любит рассматривать действительно крестики с близкого расстояния. Но вот прям в глаза уже бросается. Точно здесь я что-то неправильно вышила. Нужно будет это все исправить. Ну, а в целом вот такая красота. Розочки и василечки. Еще на этой неделе я начала бычков. Ну, сделала совсем немного. Еще тут у меня иголочка с ниткой нетошитой. Вышиваю перед работой по пару крестиков. Вот есть такое начало. Но ничего, пусть потихоньку вышиваются в течение месяца. Может быть, быстрее они вышиваются. Я не знаю. Я не ставлю себе никаких планов и целей. Просто вышиваю перед работой, когда есть время. И потихонечку, я думаю, они будут вышиваться. Здесь вот пару дней уже кое-что у нас наметилось. Вышиваются в три ниточки. Шерстяными ниточками. Вот такие замечательные планшетки. Ну, и тут фетр также вложен в зелененький, приятный цвет. Единственное, что при оформлении я, скорее всего, не буду делать елочки-подвески. Я просто сделаю вот по форме бычка. И, наверное, сделаю на палочку. Будут просто такие у меня бычки на палочках, как украшения. Потому что елку я не ставлю уже много лет. Поэтому, чтобы я могла ими как-то пользоваться, как-то украшать тоже свой рукодельный уголок. Вот такой у меня еще был процесс на этой неделе. И еще один процесс, основной процесс этой недели. Дизайн фирмы Dimensions. Мать-Земля. С данным дизайном я участвую у Оксаны Дерезы в флешмобе. Мы вышиваем мир. Сложный дизайн для меня оказался не в том плане, что сложный по отшиву, сложный по сборке. Не все в порядке со схемой и материалами. Но, тем не менее, я, знаете, я просто вот собрала силами и сказала, Юля, ты сможешь. Ничего. Все трудности преодолимы. Потихоньку, крестик за крестиком будем вышивать. И, вы знаете, мне это помогло. Я думаю, что я очень хорошо поработала на этой неделе с этой вышивкой. И у меня сага говорит, что у меня около 20-25% вышито. Я там периодически кое-что отмечаю. По саге тоже вышивать у меня не получается, потому что и значки разные, и палитра разная. Нужно тоже переделывать либо сагу, либо что-то организовать, переделывать. А я вот никак не могу собраться с силами, просто сесть и что-то решить, как-то переорганизоваться. Может быть, вообще подобрать нитки ДМС, вышивать в ДМС, разбавляя этими нитками. Ну, не знаю, не могу я заставить себя что-то сделать, придумать новую организацию, новое решение. Но, по крайней мере, я смогла себя организовать, посадить за эту вышивку и начинать ее вышивать. Вы знаете, вот разметка мне очень сильно помогла. Я, по крайней мере, уже как-то ориентируюсь, подсматриваю и в сагу где-то какие-то значки, которые мне непонятны. Вышиваю по схеме, мне удобно работать с бумажкой. В общем, потихонечку процесс пошел. И вы видите то, что получается. Глядя на всю эту пестрость и яркость, сложно поверить, что это дизайн именно старенький. Потому что, ну, вот такие яркие, очень сочные дизайны, это уже последних лет у Дименшенс. Ну, вот, тем не менее, этот дизайн все-таки прошлых-прошлых лет. И он будет очень яркий. Вот это уже видно сейчас по небольшому отшитому уголку. А предстоит еще, конечно, много работы. Посмотрите. Еще вот в левой стороне и дельфины, и рыбы, и тоже какие-то жабки, птицы различные. Будет много-много всего интересного, много всего насыщенного, много бэкстича. И все очень яркое. Мне, в принципе, нравится то, что получается. Конечно, хочется сделать и бэкстич. Ну, на это тоже нужно настроиться. Я, скорее всего, знаете, как постараюсь вышивать, идти еще влево, чтобы дошить левый угол, вывести определенный такой вот блок, вышить на этом участке полностью везде бэкстич и перемотать уже основу. Для меня это наиболее удобный и комфортный такой способ отшива. Такими участками, блоками вышивать, отшивать бэкстич и перематывать. Вот. Не буду убирать с рамы, со станка. Постараюсь, по крайней мере, не убирать. Я не знаю, какие у меня процессы пойдут на следующей неделе, что будет в рулетке, ну, в совместном проекте «Райский сад». Я знаю, что я буду вышивать, вот, но какие еще будут процессы, пока не знаю. И поэтому не могу точно планировать мою организацию. Но в любом случае это несложно снять эту основу, поставить другую. Буду вышивать как минимум неделю в месяц этот процесс, чтобы продвигать его и таким образом участвовать в нашем совместном проекте. За неделю, в принципе, видите, у меня хорошо получилось повышивать, хорошее продвижение, картинка уже видна, я с собой довольна. Вот такие новости на этой неделе. Я вам желаю хорошего настроения. Также предложаю на небольшой влог посмотреть, как наша природа оживала после зимы, которая у нас была всего лишь один день, но последствий оставило очень много. А на этом у меня все. Желаю хорошего настроения. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА